Нам нужно сделать наш местный региональный реестр, справочник поставщиков строительных ресурсов. За столом переговоров руководители крупнейших строительных компаний Севастополя. Поводом для встречи стало создание регионального реестра производителей стройматериалов и железобетонных конструкций. Это необходимо, чтобы исключить из цепочки производитель-подрядчик посреднические структуры. Именно они нередко взвинчивают цены на продукцию. В отсутствии таких накруток заинтересовано и правительство Севастополя. Работаем напрямую, без посредников. Это позволит существенным образом сэкономить бюджетные средства для строительства объектов и исключить появление некачественной продукции, потому что производители, как мы посмотрели, мощности завода, качество продукции – это высочайшее качество, которое заслуживает Севастополь для получения на социальных объектов и объекта коммунальной инфраструктуры. Создание единого реестра поставщиков поддерживают и на крупнейшем в Севастополе заводе железобетонных изделий. Он выпускает стеновые панели и плиты пустотного настила. Кроме того, возводит дома на территории Крыма. Посредников, я считаю, что надо от них уходить. Вот раньше я уже работаю здесь 30 лет. Раньше мы никогда не пользовались посредниками. Мы только работали напрямую. С заводами-поставщиками напрямую работали. Прямую получали вагоны, цемент напрямую получали. И значительно цена нашей продукции была значительно дешевле, меньше, чем сейчас. Такого же мнения придерживается и руководитель одного из строительных заводов Алла Гречина. Из-за деятельности посредников предприятие регулярно сталкивается с определенными трудностями. Безусловно, это определенный рынок сбыта, это конкурентные торги, это аукционы, в которых не всегда выигрываем мы, а выигрывают те же самые посредники. Соответственно, если будет создан такой реестр, то мы сможем напрямую работать с городом, получая, как я уже сказала, уверенность в завтрашнем дне. В правительстве Севастополя уже посчитали. Экономический эффект от создания единого реестра поставщиков только в этом году составит более 50 миллионов рублей. К тому же после объединения заводы смогут полностью закрыть потребности города в стройматериалах. Денис Тишин и Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя.